Вот они, вот они, девочки, вот они, поехали, вот они. Местные жители нездорово реагируют на осенизаторские машины. Несколько раз за час баки опустошают в лесные колодцы, отравляя жизнь района. Невыносимо в чем? Даже в квартирах пахнет, понимаете? Вот они слив произвели, отследили, быстро спускаемся. Во, невыносимо все люди на улицу вышли. Это что такое? Не знаем, что сливают и куда это сливается. Это уже длится, вот 12 лет мы здесь вот в доме, да, живем, а это длится еще раньше. Наш телеканал наблюдает задушные истории с 2020-го, когда мы впервые поймали здесь за руку черных осенизаторов и даже поговорили, как потом выяснилось, с их начальником. Ну я у вас, конечно. Вон там, где, спросите у кого-нибудь. А где там? Сейчас там никого же нет. Ну уберите от меня, пожалуйста. Нет, вы скажите. Я не хочу ругаться. Я с вами не ругаюсь, я просто задаю вам вопрос. Я гуляю, хожу по лесу, видите, нет? И гулять не прекращают. Здрасте. А что вы сливаете здесь? Ничего не сливаю. Ну как, у вас бак? Ну бак, но он пустойный. Я сливаюсь на южном. На южном? Да. А что сливаете? А сливаете что? Ну как, что, канализацию сливаю. Ну вы просто в лесу, что ли, сливаете? На южном я на платный сливаю. Автомобиль скрылся из виду и подозрительно остановился. Этот достопочтенный мужчина меняет уже третий раз точку, ждет пока мы остановимся, но мы его преследуем. Позже выяснилось, что водитель осенизаторского авто помогал барнаульцу найти в лесу машину, но не на камеру признался, что бывает и сам использует для слива лес. Напротив больница детская туберкулезная. Там сливали? Они там прям сливали. Там начали возмущаться, поликлиника, все. Трубы положили, теплотрассу, все. И они начали вот щемиться по лесам. Все равно же знают вот эту систему, где, что, какие колодцы. В Барнауле ежедневно сливают больше сотни литров жидких бытовых отходов. Делать это законно можно в трех точках слива. На проспектах Космонавтов, Дзержинского и на проезде Южный. Последние принадлежат компании «Экопорт» на Космонавтов в водоканалу. В организации нам сообщили, проблема острая, но они не имеют полномочий ловить черных осенизаторов. Поэтому советуют жителям заказывать услугу по вывозу стоков у проверенных осенизаторов. Снимала его на планшет, он прям открытый говорит, что тебе надо? Мне сказал хозяин, где хочу, там и сливаю. Он мне за это платит. Все, пошла вон. А если вы засекли сливчика в лесу или другом неположенном месте, в водоканале рекомендуют сфотографировать нарушителей и номер машины и передать эту информацию полиции, Минприроды и Управлению Росприроднадзора Края. Жильцы канатного проезда составили обращение в АБЭП, прокуратуру и МВД. И ждут от ведомств содержательных ответов о том, что сливают в лес на протяжении десятка лет. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.